Добрый день! Нам хотелось бы вам рассказать о процедуре посещения посольства США в городе Минск. Чтобы не тратить лишнее время на ожидания, приходите к посольству минут за 15-20 до назначенного времени. Если вы добираетесь до посольства США в Минске на автотранспорте, примите к сведению, что рядом с посольством мало мест для парковки авто. Внешний периметр посольства США патрулируется сотрудниками МВД Белоруссии. Они запрещают видеосъемку происходящего возле посольства. Могут проверить ваш паспорт для удостоверения личности. В полутора метрах от входа на территорию посольства США на ступлинии вас встретит охранник посольства, попросит ваш паспорт и проверит по списку действительной записи на посещение посольства согласно назначенной даты и времени. Посольство США в Минске уведомляет, что посещение посольства сумками и электротехническими устройствами запрещено. Также не рекомендует собрать собой при посещении здания посольства мобильные телефоны. Однако при наличии мобильного телефона его можно оставить у охранников посольства в выключенном состоянии. Телефон, ключи от автомобиля и другие предметы указанной охраной оставляются в контейнере для хранения с выдачей номерка, по которому вы сможете получить все сданное на хранение после прохождения процедуры. Следующим этапом будет прохождение рамки металлоискателя. Рекомендуем иметь как можно меньше металлических предметов для сокращения времени прохождения охраны посольства. После прохождения внутренней охраны вы окажетесь в зале, где пройдет сдача документов и при необходимости собеседование с консулом. В посольстве США в Минске нет электронной системы записи и контроля очереди. Продвижение осуществляется по живой очереди согласно команд консульских работников. Первым делом вы подойдете к окошку номер один для сдачи обязательных документов и оплаты консульского сбора. После оплаты вы получите чек, по которому сможете в последующем получить паспорт с визой. В дальнейшем вас сопроводят к окошку номер два, где необходимо будет сдать отпечатки пальцев. Следующим этапом будет приглашение на собеседование с консулом. Интервью с консулами проводится в окнах номер три и четыре. Все консулы говорят на русском языке, поэтому не беспокойтесь о том, что вас не поймут. В большинстве случаев интервью с консулом длится около пяти-семи минут. Члены семьи проходят интервью совместно. Рекомендуемые документы следует отдавать при общении непосредственно с консулом по его просьбе или после одобрения на ваше предложение рассмотреть пакет рекомендуемых документов. Результат собеседования вы узнаете из уст консула по окончании собеседования. Причины отказа не разъясняются в деталях. Если консул принял решение о выдаче вам американской визы, он сообщит вам о дате получения паспорта с визой. Как правило, паспорт можно будет получить уже на следующий день с 16 до 16.27. Если вы не можете получить его в назначенное время, не волнуйтесь. Вы сможете его забрать любой другой рабочий день в то же время. При получении паспорта с визой не спешите. Проверьте свои персональные данные в визе.